Всем привет! НИО снова бросает вызов мировому электроавтомобильному бизнесу, выпуская 5-местный лимузин за 71 тысячу долларов минимальной комплектации. Сегодня подробный обзор на автомобиль, после тест-драйва которого забываешь обо всех предыдущих. НИО ЭТИ-7. Погнали, я за вами! Субтитры сделал DimaTorzok Дизайн перед называется X-Bar. Светодиодные адаптивные фары, заявляется функция подсвечивания в поворотах. И сразу о допах. Вот это шильдик на капоте, шильдик на дисках, алюминиевая база. Надпись НИО ЭТИ-7 на крышке багажника вместе с шильдиком за 4,5 тысячи юаней предлагается поменять системы солнца на луну, sun, moon. Со светлой темой на темную. Гордость этого автомобиля два двигателя. Спереди 180 кВт, сзади 300 кВт. Суммарная мощность крутящего момента 850 ньютон метров. На китайских форумах пишут о том, что задний двигатель подключается только тогда, когда нужно резкое ускорение и когда вы пользуетесь полным приводом. Называет это автомобиль переднеприводный. Все комплектации, а их тут 5, разгоняются до сотни за 3,8 секунды. Первая комплектация выезжает 75 кВт, аккумуляторная батарея проезжает на одном заряде 500 км, стоит 448 тысяч юаней. Для резидентов Китая доступна рассрочка аккумуляторной батареи на 7 лет. Это 120 тысяч юаней минусом за цены. То есть они в течение 7 лет каждый месяц платят по 980 юаней каждый месяц. Это означает, что им нужно занести в кассу 366 600 юаней. Следующие две комплектации стоят 506 тысяч юаней и 526 тысяч юаней. Аккумуляторная батарея 100 кВт, проезжает на одном заряде 700 км. Если китайцы берут в рассрочку аккумуляторную батарею, то каждый месяц платят 1480 юаней. Если вы хотите заказать NIO AT7, прямо сейчас мы можем сделать заказ на заводе. Автомобиль примерно ждать от месяца до двух. Если вы хотите заказать две остальные топовые комплектации со 150 кВт батареей, которая приезжает на одном заряде 1000 км, разместить заказ на заводе мы сможем только в конце 2022 года. lcarsclub.ru, ссылка в описании. Мы точно сможем вам помочь привезти электроавтомобиль из Китая. Huaylan New Energy сообщил, что компания сотрудничает с NIO для запуска однозарядной гибридной твердожидкостной электролитной батареи с диапазоном 1000 км. Габариты автомобиля 5101 мм, 1987 мм и 1509 мм. Колесная база 3060 мм. Производитель установил многорычажную подвеску спереди, многорычажную подвеску сзади. Впервые многорычажная подвеска была использована в 1960 году на Jaguar E-Type. Правда, тогда это было привычно на заднем приводе. По сути, многорычажная подвеска – это та же самая улучшенная двухрычажная подвеска, которая работает, едет плавно, тихо, а вкупе с пневматической подвеской, которая компенсирует крен при резких поворотах, делает этот автомобиль космически удобной. При заказе NIO AT7 топовой комплектации на выбор у вас 5 дисков. Если вы заказываете минимальную комплектацию, то 6. С завода минимально выезжают автомобили на 245, 50, 19 катки. Топовая комплектация 245, 45 и 20. Если вы заказываете топовую комплектацию за 12 тысяч юаней, вы можете апгрейдить до 21 катков из углеродистой стали. Но учтите, что пробег на одном заряде снижается на 100 километров. Если же вы хотите апгрейдить 21 колеса на минимальной комплектации, то вам это обойдется в 26 500 юаней. Все автомобили выезжают с 4-поршневыми суппортами тормозными от Brembo. За 3600 юаней вам эти суппорта покрасят в красный цвет. Как я говорил, за дополнительные деньги меняется цвет шильдиков. На крышке багажника надпись AT7. Давайте открываем багажник. Но я скажу по вместительности для автомобиля, у которого два двигателя, сложно что-то ожидать большего. Кроме как крюка, знак аварийной остановки, я так понимаю, насос и еще какие-то дополнительные вещи. Жилет спасательный. Если у вас вдруг автомобиль сломается на хайвее. Еще раз говорю, не вздумайте буксировать электроавтомобиль. Все версии 5 на электробагажнике закрываются. Вот эта надпись означает, что это спортивная версия на EC6, на ES6.8. Я не знаю, что здесь означает. Еще одно внедрение от NIO это зарядный порт GOLD. Это порт быстрой зарядки, который, к сожалению, вы не сможете использовать от домашней сети 220 вольт. Считается, что каждый владелец обладает своим собственным парковочным местом. Помимо утапливаемых ручек, которые, кстати, с подсветкой, все стекла у этого автомобиля безрамочные и звуконепроницаемые. НИО, помимо того, что строят НИО дома, видео, которое выйдет у нас на канале в ближайшем будущем, НИО 87 должен превратиться во второй дом. Во-первых, больше усилий нужно приложить, чтобы открыть дверь у холодильника, чем дверь у НИО 87. Буквально одним пальцем, двумя. Открываем. Честно говоря, я не знаю, что это за материал, но тактильно очень интересный. Дерево заявляется, ротанг, кожа, все это вкруг. И вот само вот это дерево тактильно, я вам скажу, очень интересно. Кстати, оно и по большей части используется в изготовлении плетеной мебели. Здесь есть две кнопки. Одна получается электронная и одна механическая, в случае, если вы разрядились полностью. Для задних пассажиров предусмотрен массаж, обдув, все блага цивилизации. Кнопка для настройки спины. Внутри сидение воздушной подушки, которая надувается и сдувается для анатомической поддержки. Садимся, я вам скажу, не без удовольствия в этот автомобиль. Сидение вкруг полностью кожа NAPA. На крыше используется бархатная микрофибра. Панорама разделена на две части. Задние пассажиры могут управлять мультимедией, могут настраивать уровень громкости. Отодвигать правого пассажира. Смотри, он еще и вверх поднимается. Я вам скажу вот так. Я сел в этот автомобиль, настраиваю. Чувствуется, как надувается вот эта подушка. По поводу пространства. Вот я сижу здесь, и вот на самом деле я никогда в жизни, я вам честно скажу, никогда в жизни не встречал автомобиль, в котором бы я чувствовал, что здесь места не то чтобы много. Здесь его просто, оно огромное. Помимо того, что есть поддержка для пассажира, как обычный подлокотник, здесь есть еще одна, даже непривычно, что так далеко надо тянуться, еще одна поддержка боковая. Подлокотник. Кожа тактильная, обалденная. Документница с USB-зарядкой 1, USB-зарядкой 2. Вот это фальш-документница, здесь ничего не предусмотрено. Два подстаканника выезжают с двумя педалями. Закрывается звук, и все, как это работает, вызывает чувство того, что ты не зря заплатил деньги. Бархатная микрофибра, по ощущениям, это, я вам скажу, вам часто придется ее отмывать, потому что все, кто будет сидеть в этом автомобиле, обязательно будут трогать эту вещь. Динамик, а их здесь 23 динамика в круг по всему автомобилю, кнопка работает на сенсоре, везде пленочки, чтобы вы понимали, всего несколько автомобилей пришло на весь многомиллионный город Гуанчжоу. Сидя в автомобиле, действительно, вот это автобус, это лимузин, это можно назвать как угодно, потому что ты сидишь на заднем сидении, даже Хон Чи, честно говоря, таких ощущений не вызывал. Смотрим, что еще для задних пассажиров. Настройка для обдува. Что мне нравится в электрических автомобилях, что без ключа, пожалуйста, кондиционер раз и заработал. Это шикарно. Выключаем. Не работает. Работает замечательно. Вот они, два дефлектора сверху. Опять же, дерево ротанг, кожа. Услойная панорамная крыша, которая, в принципе, не нуждается в затемнении. Не нужна шторка. Летом будет не жарко, зимой не будет тянуть холода. Шикарно. Я вот как будто такой ощущений, как будто я сижу в кабриолете. В огромном кабриолете. С малейшего нажатия безрамочные стекла сразу опускаются. Стекла сразу, скажу, двуслойные, звуконепроницаемые. Вот по поводу дверей. Минимальные настройки также с деревом ротанг. Настройка стеклоподъемников 4 штуки. 23 динамика в круг всего автомобиля. Кнопка есть электрическая для открытия двери. Есть еще механическая. Водительское сидение настраивается воздушными подушками. Поддержка спины. И три настройки. Вперед-назад, вверх-вниз. Откидывает сидение. Ну и посадка низкая. Здесь, естественно, стоит пневма для спортирного режима, экономичного. Ну, предлагаю проехаться. Водительское кресло настраивается. То есть, вверх-вниз, поддержка для ног. Я вам скажу, что все сидения в круг. Ты садишься, вот прям как в кресло. Оно такое приятно продавленное, прям анатомическое. Ну, вот здесь селектор, реверс-драйв. Настройка по режиму вождения, аварийка, блокировки. Беспроводная зарядка. Вот такой подлокотник. В нем есть, кстати, USB-зарядка и обычная USB с подсветкой. Закрываем. А, еще и открывается в разные стороны. Так, выключаем. Если мы включаем поворотник, ничего не происходит. Да, как это все. Поехали. Так, Юндонг сразу включаем. Плюс. Все готовы? Погнали! Слушай, ну тормоза вообще круто срабатывают, да? Окей, ну, be careful. Двухспицевый классный руль, 12 с чем-то дюймовый экран. Все это работает уже на Qualcomm каком-то новом процессоре. Естественно, все это работает с сенсора. Куча настроек. И, как мы говорили на NIO EC6 с реальным владельцем, он говорит, что ему не хватает мощности планшета. Здесь уже все это пофиксили. Все это работает интереснее. Потому как работают радары, а я сказал, их тут в круг уже целая куча, достаточно прорисовка классная. Если мы меняем, получается, комфорт, то сразу подвеска поднимается. Также есть компенсация по кринам. При поворотах автомобиль компенсирует. Комфорт включаешь, и вот руль, он просто как масло. Совсем другие ощущения. Меняется вот управление. Включаем, допустим, спорт. Руль сразу становится деревянным. Это, кстати, был спорт. Обычный спорт. Ну, примерно так же. Да, и вот. Ну, сейчас, может быть, не включено движение по полосам. Я скажу, что автомобиль себя классно ведет. Проекция HUD показывает скорость и также считывает дорожную разметку, показывает по знакам, как ехать вперед-назад. Вперед-назад. Автомобиль подрывается. Сидя на заднем сиденье, когда включаешь... Подвеска отрабатывает. Как я уже говорил, многорычажка, что спереди, что сзади. Классно. Я вообще... Мы ничего не слышим, что происходит снаружи. По помощникам на руле смотрим. Кстати, он даже велосипедиста прорисовал. Пилот,请控制 фонси. О, кстати... Вы можете использовать пилот. Мэйвенти. Окей. Кстати, автопилот включается с левой стороны. Чтобы проехаться на автопилоте, нужно 30 минут посмотреть обучающее видео от нее. Я скажу, вот ощущение от руля. Вот он небольшой, немаленький. Вот он прям нормальный. Супер. Подвеска проглатывает абсолютно все неровности. Автомобиль срывается с места. Вообще... Салонная... Водительская камера по усталости. Салонная камера. Включается все это от нажатия. Кнопка, собственно, огромная. Макияжное зеркало. Как я уже говорил, кожа напа. Бархатная микрофибра. Автохолд. Да, вот сработал. На Ниву автохолд нужно прям его уговаривать, чтобы он срабатывал. Настройки. То есть здесь устанавливается приложение. Настройки машины. Автопилот. 360 градусов. Все это поднастраивается. Настройки по зарядке. А, ну это открытие получается. Кстати, очень долго думает для нового автомобиля. Настройки, да? Можно его настраивать с кнопок. Можно настраивать с экрана. Экологичность. Настройки помощника. Подсветки. Ночной режим. Здесь есть релакс, когда раскладывается сидение. И ты можешь задавать таймер, через какое время тебя разбудить, включить музыку для релакса. Ну вот. Я так понимаю, это массаж. Ну как, ничем не массаж? Так. Нали кай тхадар. Анмо. Анмо. Так, смотри. А, вот. Тут еще куча спрятанных. Давайте всем. Всем по массажу. Смотрим. Это об... Нет, вот это обдув. Кстати, я обдув что-то не чувствую. Хауд. А, ну еще подогревы. Смотрим. Кондиционер максимальный. Здесь мы что смотрим? Один градус. По управлению я вам скажу, что вот смотри, а? Как макрычашка отрабатывает. Я в первой жизни еду на автомобиле, у которого есть... Погнали. Как оно срабатывает! Вот это огонь! Машина вот просто сделана для спортивных людей, кто любит ощущение скорости. Я вам скажу, что сколько мы ездили на электроавтомобилях, вот после этого автомобиля ты забываешь обо всех тест-драйвах. Потому что вот этот автомобиль дарит просто нереальные ощущения. Как я говорил, автомобиль минимальной комплектации стоит 71 тысячу долларов. И слепые зоны на зеркалах отрабатывает идеально. Кстати, интересный сейчас такой был звук. Как будто, знаешь, как будто АБС работал на руле. Считывание дорожной обстановки достаточно классное, все информативно. Я вам скажу, что лидар на Пи-5 работал интереснее. Возможно, возможно. Он просто здесь не включает нам автопилот. Потому что в прошлый раз при автопилоте лидар срабатывал. Считывал все, что происходит вокруг, вплоть до развязок по уровням. Раскидывал. Сейчас заявляется, что мы тратим 32,5 киловатт в час на 100 километров. Автомобиль проехал 251 километр. Неделю назад первые автомобили приехали в Гуанчжоу. В этом автосалоне этого автомобиля не представлено в самом салоне. Только на тест-драйве. Для наших клиентов мы будем узнавать точные сроки от завода. Если вы хотите привезти себе NIO AT7. Сейчас доступны заказы на 75 и 100 киловаттной батареи. В конце 2022 года будут доступны заказы на 150 киловатт с пробегом 1000 километров. Так, сколько времени? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...